В Санкт-Петербурге завершил свою работу Международный экономический форум. Делегацию от Карачаева-Черкесии возглавлял глава Республики Рашид Семрезов. Это масштабное событие в сфере экономики. 17 тысяч участников из 136 стран, эксперты, лидеры бизнеса, представители органов власти, обсудили векторы развития экономики, международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта и технологическое лидерство. Главная тема форума в этом году – основа многополярного мира формирования новых точек роста. В форуме принял участие президент России Владимир Путин. Он выступил на пленарной сессии, в рамках которой поделился текущей ситуацией в экономике, как мировой, так и российской. Для Республики участие в форуме – это хорошая возможность для развития, расширения деловых контактов и реализации перспективных проектов. Уверен, форум даст новый импульс для развития экономики Карачаева-Черкесии и всей страны в целом, отметил глава Рашид Семрезов. Прошла неделя с момента разгула природной стихии. Люди, которым она нанесла имущественный ущерб, потихоньку разбирают ее последствия. Владельцы автомобилей ремонтируют транспортные средства. Другие чинят крыши домов. Фермеры и огородники подсчитывают урон, нанесенный натуральному хозяйству. Какую картину сейчас представляет наиболее пострадавший населенный пункт Хабесского района, узнавала Фатима Даурова. Град был размером с куриное яйцо, которое буквально за какие-то 10-20 минут повредил практически у всех жителей аула Кошхабль. Все посевы, все огороды, сады, все, что можно было вырастить на приусадебских участках, практически 100% все повреждено. Алибек Кантемиров, глава Кошхабльского сельского поселения, каждый день с момента происшествия посещает домовладения, которые особенно сильно ощутили на себе силу природного явления. Жители с ними делятся заботами, обращаются за помощью в решении возникающих вопросов, связанных с оформлением документов. В настоящее время проводится работа по устранению, по вывозу мусора, проводится работа по сбору документации, по фиксации причиненного ущерба. Жителям аула Кошхабль оказывается всяческая помощь. Из решеченных грядом дома, поломанные заборы и опустошенные огороды – результат разрушительной силы прошедшей грозы с сопровождением штормового ветра и града. Перед натиском одинаково не справились шиферная кровля и профнастил. В самом эпицентре стихии оказались аулы Малый Зеленчук и Козыл-Юрт. По программе четыре домовладения, где были посажены сады, все побито. Кроме того, люди сами посадили деревья, очень много садов, все без остатка были поломаны. Про огороды я вообще слова не говорю, почему? Потому что ничего абсолютно не осталось. Мелкий рогатый скот, ориентировочно где-то 500 голов. Есть такие дворы, где 17-18 голов, ягнята в основном. Есть 10. Поэтому очень большой ущерб. Уборка после суровой погоды – это довольно тяжелая работа. В первую очередь энергетики хабейских райэлектросетей занялись восстановлением обрывов проводов, идущих непосредственно к домам потребителей. По мере необходимости заменили испорченные градом счетчики. На данный момент в районе действует комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая осуществляет обходы и фиксирует ущерб. Также создано пять штабов, куда жители могут обратиться за помощью. Во всех населенных утром был создан оперативный штаб, куда люди могли обращаться, подавали заявление, и комиссия рассматривала любую жалобу, которую поступал в оперативный штаб. На сегодняшний день уже готовятся документы, акты заполняются, подписываются комиссиями, и дальше будем решать, оценивать ущерб уже будет правительство. В Хабейском районе продолжаются работы по устранению последствий. В первую очередь восстанавливают социально значимые объекты. В ближайшее время намечена реконструкция крыш учебных заведений. Злополучным хозяином пяти районов республики 31 мая стали шквалистый ветер, град и ливень. За короткое время непрошенные гости разнесли дворы, улицы, побили имущество горожан. Ликвидация последствий стихии продолжается и сегодня. Какие работы проводятся в Черкесске, и как вспоминают об этом Дне горожане, узнавала Альбина Ламкова. Выглянуло, что творилось во дворе. Это что-то было. Деревья падали, люди кричали. Вера Шевелева живет по улице Октябрьская, 21. И она, к сожалению, как и большая часть ее соседей, стала свидетелем мощного урагана. Ливень, шквалистый ветер и град были беспощадны. Стихии повреждены машины, повалены деревья, столбы, рекламные баннеры, крыши домов. Вере Александру не тяжело вспоминать этот день. Она с трудом рассказывает, как легко ветер ломал деревья, вырывал их с корнями. А ледяные камни беспощадно били машины и жилые строения. Все было охвачено хаосом и разрушением, говорит она. Здесь машина стояла, дерево рядом. Оно упало. Хорошо, газовые трубы не повредило, только водосток. Ну, водосток вчера приезжали, сделали уже, отремонтировали. Приезжали МЧС, вырубили, которые лежали деревья, тополя эти высокие, их срубили. Пострадали люди, у кого что. Шквалистый ветер во дворе улицы Октябрьская, 21-23, повалил пять деревьев. Четыре из них топали. Тяжеловесные стволы разбили машину, гараж, повредили и другое имущество. Жильцы дома подключились к уборке территории вместе с управляющей компанией. Вооружились необходимым инвентарем – граблями, метлами и лопатами. Крыша потекла у нас после стихии. После стихии канализация возле второго подъезда. Там вырвало дерево и повредило её. И она текёт. У нас вода вся идёт в подвал. Конечно, есть проблемы, и они решаемы. Но самое главное – никто не погиб, говорит техник участка из управления жилищного хозяйства номер один черкеска Фатима Анчокова. «Пострадавшие есть, стёкла побиты и в подъездах, и у частных лиц в квартирах, балконы побиты. Но это всё мы стараемся фиксировать, чтобы передать эти все данные. И днём, и ночью была среди них и начальники, и подчинённые. Все, все работали очень дружно. Жильцы, спасибо им большое за терпение, которое они проявили». Этот день объединил всех для восстановления столицы после стихии. Фатима Анчокова отметила, что в республике много неравнодушных людей и особо поблагодарила службу МЧС. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаево, Черкесия. Сейчас прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Диагностика и лечение хронической и острой боли. В Клинике управления болью знают, как вам помочь. Только 21 июня приём ведёт доктор медицинских наук Марк Гальперин. Скажите, боли нет. Клиника управления болью на базе Клиника Сиси. Ставрополь, Карл Маркса, 4. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете, позвонив по номерам 8-918-225-4620, 8-929-861-65-99. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем, в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Всероссийская государственная телерадиокомпания «ГТРК Владивосток» представляют юбилейный международный фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море-2024». Журналисты, режиссеры, операторы, блогеры с помощью своих фильмов и репортажей рассказывают о величии и красоте океана, истории морских городов, о людях, которые работают в море и служат Отечеству. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте вестиприм.ру фестиваль. Встречаемся во Владивостоке. Академия российского телевидения объявляет прием заявок для участия в 23-м всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Подробности на сайте tefi.ru С каждым днем филиал фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии становится популярным местом, куда обращаются за поддержкой ветераны боевых действий. Организации играют важную роль в жизни тех, кто отдал свой долг родине. О том, насколько важно помогать ветеранам, которые сталкиваются с различными проблемами после возвращения домой, узнавала Альбина Ламкова. И как раз-таки после того, как я выписался из госпиталя, в первый раз я пришел в эту организацию в городе Черкесск. Говорят же, что глаза – зеркало души. То есть, когда я сюда пришел, я увидел в глазах людей, не то что заработок денег, да, скажем так, это было скорее желание помочь. Они помогали мне в различных вопросах. Впервые о фонде «Защитники Отечества» Владислав Молчанов услышал в госпитале. Ему еще тогда сказали, что организация помогает таким, как он. Обратившись в фонд, не разочаровался. Ему помогли не раз. Это и помощь в получении инвалидности, и многие другие важные вопросы, связанные с оформлением документов. Действительно, люди, прошедшие через боевые действия, нуждаются в особом внимании со стороны общества. Основным направлением деятельности филиала является адресная помощь ветеранам специальной военной операции, семьям погибших бойцов. В числе задач филиала фонда – содействие в получении всех полагающих, все мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием к переобучению трудоустройствия ветеранов, помогает в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда организуется долговременный уход и адаптация живых помещений под нужды инвалидов, рассказал руководитель филиала фонда защитники Отечества Карачаева-Черкесии Марат Абазалиев. Он отметил, что ветераны боевых действий нуждаются в особом внимании со стороны общества. Оказываемая им помощь не имеет рамок, охвачены все сферы жизни, вплоть до взаимоотношений в семье. Самый обширный спектр. Невозможно сказать, что такой есть. Порой приходят с такими вопросами, которые сложно отнести к какой-то категории. С проблемами в семье приходят. С проблемами наследства. С проблемами получения выплат, каких-то льгот. Самый широкий спектр вопросов. На сегодняшний день мы получили тысячу обращений от различной категории наших подопечных. Надо отметить, что филиал фонда защитники Отечества в Карачаево-Черкесии работает всего лишь год. За это время было заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами республики, благодаря которым ветераны, члены их семей и родные погибших бойцов могут получить поддержку. А главное – помочь ветеранам боевых действий адаптироваться к мирной жизни. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Мошенники начали красть деньги военнослужащих. Пострадавшими могут оказаться и их родственники. Легенда все та же – безопасные счета. Схема старая, но злоумышленники умело адаптируют существующие схемы под текущую ситуацию. На самом деле, никакого безопасного счета, конечно, нет. И деньги уходят мошенникам. Преступники используют разные сценарии, чтобы заполучить чужие средства. Но что бы они ни придумали, есть универсальный алгоритм действий – сразу прекратить разговор и переписку с незнакомцем по поводу денег и ни под каким предлогом не переводить денежные сбережения на неизвестные счета. А если после собеседник представится сотрудником какого-либо ведомства или банка, нужно узнать его фамилию и должность и перепроверить информацию. Сделать это можно, позвонив по номеру телефона, который представлен на официальном сайте организации. Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного удовольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Она причитается военным в соответствии с указом президента Российской Федерации. Причина этого удержания – дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер копию выписки якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. Дальше мошенники действуют по следующему сценарию. Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, они предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем обещают их вернуть. Однако, получив обманным путем деньги, телефонные аферисты исчезают. Тяжело в учении и легко в бою. В Черкесске прошли соревнования за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Карачаева Черкесии». Через какие испытания пришлось пройти сотрудникам пожарной охраны, расскажет Майя Хамдохова. Соревнования на территории второй пожарной части Черкеска по работе газодымозащитной службы проходили в два этапа. Теоретическая часть и отработка практики по пройденным материалам. Первый этап смотр конкурса на лучшее звено газодымозащитной службы. Сейчас идет теоретическая часть решения задачи и решения теории. Потом будет практическая часть, то есть полоса препятствий со всеми возможными этапами. Там теплодымокамеры, башни спасательные. Соревнования за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Карачаева Черкесии» проводятся ежегодно. За звание «Лучших» боролись 9 команд. Подниматься на третий этаж спасательной башни, эвакуировать пострадавшего и оказать ему необходимую помощь в полной экипировке весом до 20 кг – испытание не из легких, но оно помогает вырабатывать выносливость и стойкость. Было трудно, были свои некоторые сложности, особенно в домокамере. Погодные условия, как аномальная жара и боевая теплая одежда пожарного не стали помехой для проявления ловкости и скорости. Оказание первой необходимой помощи для пострадавшего является неотъемлемой частью командной работы. Порой в попытках спасти жизнь другому МЧСники забывают о своей. Плач детей, когда вот эти звуки, бывает очень страшно. Ну, не страшно так, все равно мысли приходят в голову. Научить команду подниматься на спасательную башню не так сложно. Сложнее не терять ту самую секунду, которая может стать последней, уверены организаторы. В целях популяризации профессии выявляются лучшие. Значит, по итогам данного конкурса команда примет участие в региональных соревнованиях, которые будут представлять нашу республику. В случае победы на региональных соревнованиях, дальше команда будет представлять уже Северо-Кавказский федеральный округ на российских соревнованиях. По итогам соревнований победителями стали сотрудники второй пожарно-спасательной части Черкеска. Второе место у команды первой пожарно-спасательной части республиканской столицы. Третьими стали огнеборцы Прикубанского района. 6 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В рамках этой даты железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ раздали водителям автомобилей памятки и листовки, призывающие соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах. На одном из участков дороги в Черкесске, проходящей через железнодорожный переезд в 50-й километр, к акции присоединилась наша съемочная группа. Мадина Каракетова, далее. Житель Черкесской Николая Прысяной даже немного растерялся, когда его машину остановили на железнодорожном переезде, и в его сторону направилась целая бригада из железнодорожников, сотрудников ГИБДД и журналистов. Владелец авто за несколько секунд, что потребовались столь представительной делегации, чтобы преодолеть расстояние от железной дороги до его авто, перебрал в памяти все свои возможные грехи, допущенные сегодня по пути. А между тем очень вежливые железнодорожники и дорожные полицейские пожелали Николаю доброго пути, посоветовали обязательно пристегиваться и вручили памятку с правилами безопасности при переезде через железную дорогу. И потом люди бывают заняты, голова забита чем-то, надо чуть-чуть напоминать периодически, чтобы чуть-чуть память встряхивать. Изучу, конечно. Эта акция, проводимая в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам, стала уже традиционной и цель. Еще раз напомню водителям, насколько они могут быть опасны, если потерять бдительность. К счастью, на территории Карачао-Черкесской республики в этом году у нас дорожно-транспортных происшествий, случившихся на железнодорожных переездах, нет. Но в любом случае, работу это мы проводим, потому как всегда людям необходимо об этих, казалось бы, простых правилах, касающихся в том числе и переезда через железнодорожные переезды, необходимо напоминать на постоянной основе, что мы, собственно говоря, и стараемся сегодня делать. Раздаем специально подготовленные памятки, листовки. Некоторые водители пренебрегают мерами предосторожности, и ценой невнимательности может стать человеческая жизнь, напоминают организаторы акции. В предыдущие годы было несколько неприятных ситуаций, в одном из которых погиб мужчина. Срабатывает автоматическая сигнализация на приближении к поезду, срабатывают светофоры, и после этого уже водители автотранспортных средств должны непосредственно останавливаться у стоп-линии, либо шлагбаумов, либо перед светофором. Данного водитель не сделал мероприятия, в связи с этим выехал на переезд, застрял на переезде, и его поездом, получается, сбило. То есть всегда, прежде чем переехать железную дорогу, необходимо обращать внимание на световую сигнализацию. Если горит красный, запрещающий сигнальный свет, следует остановиться и подождать. Бывают, конечно, и сбои в работе оборудования, рассказывает Владимир Пчеловодов. Но есть и другие знаки, сигнализирующие о приближающемся поезде. Водителям необходимо, прежде чем решиться на переезд по железной дороге, убедиться, не поднято ли устройство заграждения переезда, а также на шлагбаум. Нет никакой необходимости и уж точно никакого смысла рисковать, полагаясь на такое ненадежное авось пронесет, к которому мы нередко прибегаем в двояких ситуациях, особенно когда речь идет о человеческих жизнях. Напоминают, что железнодорожный переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Столкновение автомобиля с поездом, как правило, заканчивается для водителя очень тяжелыми последствиями. И также быть внимательными, потому что поезд, водители должны знать, что тормозной путь его может составлять до полутора тысячи метров. Это зависит от скорости и от руководящего уклона пути. Поэтому машину остановить можно, а поезд мгновенно остановить нельзя. Именно благодаря принимаемым профилактическим мерам и профессиональным действиям железнодорожников ежегодно предотвращается более 20 случаев столкновения автотранспорта с подвижным составом. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В летний период особенно важно, чтобы не только дети, но и водители были внимательными на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции по Усть-Жигутинскому району провели профилактическое мероприятие для детей, отдыхающих в пришкольном лагере, с участием юных инспекторов движения. Подробнее расскажет Ильхан Лепшоков. Существует два вида светофоров – для водителей и для пешеходов. Для пешеходов есть два цвета – это красный и зеленый. Красный означает, что сейчас нельзя переходить дорогу, потому что машины движутся. Зеленый означает, что можно перейти дорогу. Вот так юные инспекторы движения объясняют правила дорожного движения своим сверстникам. В летний период увеличиваются дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Инспектор ОГИБДД отдела МВД по Усть-Жигутинскому району Мурат Узденов провел урок безопасности для воспитанников пришкольного лагеря «Радуга». Подобно образовательные мероприятия необходимы, чтобы наши дети были внимательными на проезжей части, отмечают воспитатели. Перед тем, как выпустить ребят на летние каникулы, мы проводим с ними правила безопасности, как вести себя в летний период. Уроки такие дают им, как правильно переходить дорогу, как ездить на велосипедах, как себя вести во время летних каникул. После юные инспекторы дорожного движения раздали памятки ПДД для водителей. Ребята делали напоминание владельцам автотранспорта. Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности наших детей. А такие памятки нужно побольше распространять, отметили автовладельцы. На самом деле это очень важно, потому что дети совершенно маленькие. Многие из них не понимают, не обучены, может быть, правилам дорожного движения. И, конечно же, даже с малого возраста нужно уже объяснять детям, что такое зебра, что такое красный светофор, что такое зеленый сигнал светофора. Это очень важно, конечно. Эти профилактические мероприятия необходимы, и мы стараемся проводить их чаще, в особенности в летний период, уверяют сотрудники госавтоинспекции по Узжигутинскому району. На протяжении летних каникул люди ездят отдыхать в разные города, там разные места, чтобы они при перевозке пассажиров пристегивали ремнем безопасности, а при перевозке детей в салоне автомобиля, чтобы использовали детское кресло в зависимости от роста и веса ребенка. А пешеходам, в свою очередь, детям и взрослым пешеходам, которые на дороге будут постоянно появляться, были более бдительными. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Только соблюдение правил позволит сохранить чью-то жизнь. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска началась реализация проекта по благоустройству территории малого труда. Работы планируют завершить к концу 2024 года. По проекту на территории появятся пирсы, на водоеме будут организованы экскурсии на сабордах, веревочный парк, детская игровая тропа, променад и другое. Современное уличное освещение сделает территорию безопасной и уютной. Скамейки, урны, различные малоархитектурные формы позволят повысить комфорт и удобство посетителей. И все это будет осуществлено с использованием экологичных материалов и сохранением зеленой зоны. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». 20 соток красоты, гармонии, благоухания и цвета. Настоящий райский сад превратила свой огородный участок жительница аула Псыш Марина Харатокова. Несмотря на то, что Марина Губедовна достаточно занятой человек, ведь она профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей России и почетный работник высшего профессионального образования, для своего увлечения она находит всегда время. В царстве цветов и экзотических деревьев побывала наш корреспондент Белла Джозаева. Природная красота всегда была источником вдохновения художников, писателей и поэтов. И, наверное, поэтому творческая натура Марины Харатоковой требовала дополнительного источника для самовыражения. Ее утро всегда начинается очень рано и в любое время года с прогулки в любимом саду. Тут цветет все, причем независимо от сезона. Марина Губедовна подбирала и сажала такие цветы кустарники и деревья, которые по сезонам сменяют друг друга. Прогуливаясь и здороваясь каждым своим цветком, она осматривает, в чем на данный момент нуждается та или иная ее посадка. А землю и растения Марина любила с детства. Родители даже советовали с ней по вопросам растениеводства. Я вообще с детства привыкла вставать рано, всегда вставала рано, всегда работала в саду. Вот, когда я выходила в сад, дома родители, отец, мать, братья, сестра уже сказали, нам здесь нечего делать. Марина пришла, значит, мы свободны, она все сама сделает. Поэтому я эту работу как-то любила. В саду у Марины Харатоковой растут, так скажем, как традиционные для нашего региона цветы, кустарники и деревья, так и экзотические. Помимо царицы цветов, роз, всевозможных видов и расцветок, здесь растут ромашки, дубки, маргаритки, пионы, тюльпаны, гладиолусы, гертензии, колокольчики, лаванда и многое-многое другое. Первыми в ее саду расцветают крокусы и нарциссы. Далее по очереди и по сезону начинают раскрываться все остальные цветы. В 4 часа я утра сейчас встаю, потому что уже светло, и бегом сюда иду, и все, что можно делать, поливаю и руками, и шлангом, пересаживаю. Обязательно каждый день я пересаживаю, сажаю какое-то растение, цветочек. Ну, это большое удовольствие. Ландшафт своего участка Марина Губедовна создает сама. Она сделала здесь не только красивую территорию, но и функциональную. Здесь помимо озеленения есть освещение и декоративное оформление. Марина Губедовна особо гордится своими экзотическими деревьями, среди которых есть миндальное дерево, инжир, гранат, фундук, персик, хурма, японская яблоня с фиолетовыми яблоками, известная нам всем клубника, голубика, ежевика, малина, виноград и много чего еще. Также здесь растут декоративные деревья и кустарники. Магнолия, сакура, французский кустарник, будданеш, жимола седобна, юка, жасмин. Я землю, видимо, люблю. Оно как-то, не знаю, для меня это земля. Наблюдая за Мариной Губедовной, можно уверенно сказать, что мир, который ее окружает, дает ей жизнь и условия для саморазвития. Она гармонична и едина со своим садом. Ведь природа и человек – это единство, основанное на взаимодействии. Следуя принципам экологии, ответственности и защиты, такие люди, как наша героиня, сохраняют красоту и богатство природы не только для себя, но и для будущих поколений. Была Джозаева Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Чиркесия. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова